Должны были построить, но только разрушили, так говорят о последствиях капитального ремонта, жильцы дома по улице Кировградской. У них в ванной комнате осыпалась штукатурка. Но виновны ли в этом рабочие, разбирался городской дозор. Едва трагедия не завершился капитальный ремонт кровли в этом доме. Уже по завершении всех работ в ванной обвалился потолок. Когда это случилось, здесь находились двое молодых людей. Лишь чудом серьезно никто не пострадал. Одному осколком отцарапало руку. Для жителей это как снег на голову. Мы просто сидели, играли в телефон, и он стоял там рядом. Потом запрыгнул к нам туда, чтобы поиграть, и отвалился потолок. По словам местных, замечания строителям люди делали еще когда шел ремонт. Было видно, что потолок находится под нагрузкой. Но рабочие пообещали заняться душевой после. Со строителями мы договорились, что они на самом деле придут и будут это делать по-другому. Вот получилось, вот видите как. Однако подрядчик, проводивший работы, нашему вниманию удивился. Во-первых, внутренний ремонт не является капитальным. А во-вторых, кровля была сдана еще в октябре. На тот момент не было ни заявлений, ни обращений, ничего. Может быть, да, жители сейчас могут сказать, а мы там кому-то обращались, к Васе какому-то, да, он им сказал, хорошо, нету письменных обращений. Ни в управляющей компании, ни у нас. Соответственно, мы не можем сейчас установить факт, был ли действительно нарушен потолок. В управляющей компании о вобрушении тоже узнали только от журналистов. И довольно оперативно отреагировали. Начальник жилов сейчас поехал, ознакомился, увидел, что есть проблема. До вечера они эту проблему устанет, то есть за что готовят вот этот потолок, все заделывается. Но уж с подрядчиками мы сами разберемся, почему они пообещали жителям, но не сделали. На будущее все обращения, договоренности и тем более обещания нужно обязательно оформлять в письменном виде. Только в этом случае при возникновении спора вы без проблем сможете отстоять свою правоту. Юрий Шумков, Александр Кожеватов, Городской дозор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова